Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать на мой канал! Мы по-прежнему находимся в отеле Concorde Deluxe Resort. Наш отдых продолжается. Мы приехали сюда на две ночи. Там в комментариях у меня спрашивают, сколько же стоит ночь на одного человека. Понятия не имею, сколько стоит ночь на человека, но у нас зарезервировано два номера. В одном номере я с Керемом зарегистрированы. За этот номер мы заплатили за две ночи 11 тысяч 500 рублей. И второй номер, это где Таня с Уром и Мелек с Демиром. Они заплатили 15 тысяч рублей. Понять, сколько стоит на одного человека, можно либо зайти на сайт самого отеля, либо посмотреть цены на букинге. Я не могу сказать, сколько это будет на человека, потому что цены меняются. Я вам могу сказать только, сколько мы заплатили. Многие там, ну не многие, кто-то написал, что вы специально ездите по отелям, рекламируете им, вам за это отели платят. Я хочу пояснить, что ни один отель такого уровня, как Concorde, как дельфины, как Титаники, как там всякие кристаллы, кристаллы или там, не знаю, нирваны. Они не нуждаются в рекламе никаких блогеров. Ни меня, ни Тани, ни миллион, ни блогеров, которые имеют миллион подписчиков. Им это не надо, совершенно не надо. У них есть своя репутация, у них есть свои специально обученные люди, которые рекламируют, целая служба, которая занимается рекламой отеля. Такие отели, еще раз повторяю, в рекламе не нуждаются абсолютно. Оставим этот разговор. Поэтому мы, собственно, заплатили сами. Сами приехали и сами показываем. Потому что, ну, вы понимаете, если бы даже кого-то пригласили по рекламе, ну, как вот сказать, что в этом отеле какой-то недостаток? А так мы совершенно спокойно можем говорить, что это вот хорошо в отеле, а вот это вот плохо. Вот, например, я сижу сейчас, прошлась по отелю, хотела найти местечко, где можно сесть, чтобы никого не было. И думаю, что я, наверное, такого места не найду. Пришла в Лубе, там люди, пришла там в другой бар, там тоже люди. Нашла себе местечко, никого нет вокруг. Ну, я, конечно, понимаю, что летом будет большая заполненность. Сейчас не так. Людей, конечно, много, хотя здесь проходит какая-то конференция. Какое-то, я не знаю, что у них за мероприятие здесь. Конференция кого, я не знаю. Ну, в конференцию участвуют только мужчины. Они ходят все-таки важные в пиджаках, в белых рубашках, в таких при костюмах. Такие все важные, 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 ну, разного возраста. Ну, такого лет, там, 40 и дальше. Не молодежь. Вот. У них, видимо, свой дресс-код. Им приносят, там, кофе. У них, там, это, брейк, кофе-паузы какие-то. Они там выходят, там, кто-то выходит курить, кто-то еще что-то. Вот. Зимой это принято в Турции, что отели приглашают к себе или там дают свои площадки для проведения разного рода конференций. Хотела еще немножко сказать о контингенте, который отдыхает в отеле. Русской речи я практически не слышала. Видела из Беларусь кто-то, слышала детские голоса русскоязычные. Ну, может быть, там, две-три семьи на весь отель, может быть. В основном здесь англичане, я видела очень много англичан. И вот турки, собственно. Еще расскажу, что отель мне очень понравился. На мой взгляд, это один из лучших отелей, в котором мне удалось побывать. Ну, у меня все впереди. Возможно, я побываю еще и в более престижных отелях, чем Конкорд. Ну, Конкорд очень хороший отель. Еще раз скажу, что он находится в Ларе, Анталия. В предыдущем видео я там оговорилась, говорю, Белек. Нет, это не Белек, это Лара. И вокруг него тут фейм-резидент, дельфины. Вот тут они все тут поблизости. Оговорилась я потому, что мы отвозили в Белек собак. И у меня все Белек, Белек, Белек на языке. И я брякнула, что Белек, поэтому правильно кто заметил, поправили меня, что это не Белек, это Лара. Действительно, это Лара. Как проходят наши дни, наш отдых? Вот, знаете, отдых проходит в ничего не делании. Мне это так нравится. Вот просто захотели посидели, захотели полежали, захотели прогулялись. Ну, правда, погода сейчас очень холодная, погода не очень располагает пешим прогулкам на свежем воздухе. Но, тем не менее, мы все равно гуляем, надеемся потеплее, мы выходим на улицу и гуляем с детьми, ну и сами, естественно. Конечно, нужно было пойти нам в хамам. Но я еще раз говорю, что там есть крытый бассейн с подогревом. Можно было восходить, покупаться и посетить хамам. Но вот, представляете, детям, ну, лучше сейчас не окунаться в воду, какая бы она теплая ни была в бассейне, потому что в любом случае она не такая теплая, не такая комфортная, как должна была у них. Демир только поправился, керемчик там еще продолжает у него. Время от времени появляется насморк, поэтому окунаться в холодную, в прохладную воду не надо. Пойти в хамам и сказать, что нет, в хамам можно, в бассейн нельзя, ну, как удержать детвору, естественно, они попрыгают в этот бассейн. Поэтому мы отказались от этой затеи, хотя я уже жалею, что мы туда не пошли, ну, возможно, мы завтра с утра туда сходим, потому что меня приглашали там зайти, зайдите, снимите видео. Ну, как-то неловко снимать видео, там люди ходят в халатах, в шортах, и я тут такая с камерой буду их снимать, ну, как-то мне кажется, что нет. Что хотела вам рассказать еще? Я вам хотела, а, еще хотела рассказать про один комментарий, который меня сегодня, знаете, ну, не то, что насторожил или обидел, он просто меня заставил задуматься. Какая-то женщина, не помню где, то ли на Дзене, то ли на Ютубе, написала под видео про Галю, написала, что вот Галя молодец, сидит там типа ровно, не мотается по заграницам. Ну, я, может быть, не дословно говорю, но смысл такой, мотается по заграницам, не ищет себе приключений. Вы знаете, я немножко так, ну, как-то оторопела, потому что я знаю, какое количество людей выезжает на отдых в Турцию, в другие страны, в Египет, и когда были открыты другие страны, мотались по Европе. Что, получается, они все ездят с целью приключений, поиска приключений, ну, не думаю, наверное, для того, чтобы, причем приключение было в таком, ну, в нехорошем контексте было сказано, с намеком на то, что вот там вот Галя дом сидит, а я вот такая вот разгильдяйка, значит, таскаюсь по отелям. Ну, смысл такой. Ну, я не знаю, какая разница, в каком возрасте человек познает что-то новое, находит что-то новое для себя, видит какие-то другие страны, жизнь других людей и все такое прочее. И что касаемо Гали, то Галя тоже не с целью приключений, а с целью узнать страну, тоже несколько раз приезжала в Турцию и приключений не нашла, поэтому прошу всех успокоиться. Хотела еще рассказать про подписчиков, про своих. Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех еще раз, в очередной раз поблагодарить всех за то, что у меня было столько пожеланий на мой юбилей, на день рождения. Спасибо всем большое, мне очень приятно. И хотя, как бы, отдых наш не закончился, но праздник уже подходит к завершению, уже начинают наступать рабочие будни. И меня ждет квартира, которую меня пока по-прежнему не пускают. Ну, как не пускают? Я, конечно, там захожу, но мне не разрешают там ничего делать. Таня сказала, мы будем делать все сами, сами соберем мебель, сами все сделаем. Вот, ну, по максимуму, естественно, там доводить квартиру до Лоска придется мне самой расставлять там все, как мне хочется, конечно, самой. У Ура, к сожалению, очень мало времени, только после работы или там вот выходные дни. Ну, в эти выходные мы поехали вот сюда. Да, есть еще следующие выходные, мы не планируем никакой поездки, а там уже и Новый год. Ну, еще раз хочу сказать, что мебели по-прежнему в спальню нет, в салон мягкой мебели нет, есть только стол, стулья и консоль под телевизор, который еще даже не собрали. И в маленькой комнате есть диванчик. В принципе, квартира уже пригодна для жилья, уже можно идти туда и ночевать, но там сказал, ты что, говорит, мам, вот когда сделаем все, тогда иди туда. Так вот, про подписчиков. Многие подписчики, которые мне писали в личку, они стали моими подругами. Я всем передаю большой привет. Раиса, тебе. Очень приятно было познакомиться и увидеться не онлайн, а вживую. Мы с ней встречались. Большое спасибо Надежде из поселка Киевского, которая приезжала и привозила мне носки и платок. Я одеваю, кстати, носочки одеваю дома, когда прохладно. Естественно, там люблю, целую свою лучшую подругу Галю и ее сестру Ирину. Девочки, я вас жду в гости. Спасибо огромное Наталье, которая приехала из Англии, привезла нам кучу подарков и наш любимый сыр с плесенью. Мы встречаемся. Мы с многими подписчиками встречаемся. Нет ничего невозможного. Те, кто хочет встретиться, они найдут возможность найти наши координаты. Мы их не скрываем. Можно написать на почту, можно написать там еще куда-то. Таня в директ. И, пожалуйста, мы ни с кем не отказываться, со всеми встречаемся. Но есть у меня и такие подписчики, с которыми я общаюсь виртуально по телефону, но личность их с ними никогда не виделась. Например, это Люсьен из Москвы. Люсьен, привет! Она сама себя так называет. И еще я хотела рассказать об одной женщине. Может быть, кто-то помнит, у меня было такое видео про моих подписчиков. Это когда был год моему каналу. Я там рассказывала о вас и о тех людях, которые хотят что-то изменить в своей жизни уже в таком возрасте, как мой старший или младший. И вот я там рассказывала об одной из женщине, которая открыла свой YouTube-канал. Ну, я говорила, что она его хотела открыть еще раньше. Но у нее там не складывались обстоятельства, к сожалению. Ну, вот она нашла в себе все-таки силы и стала снимать видео. И на ее канале уже есть несколько видео. Я хочу вам порекомендовать этот канал. Почему? Потому что то, о чем рассказывает она, очень интересно и познавательно. Во-первых, она рассказывает о своей коллекции украшений. Это не обязательно золото, платина и бриллианты. Это украшения эксклюзивные, имеющие... Каждое украшение имеет свой там неповторимый шарм. И она о них рассказывает с такой любовью. Видно, что она собирала эту коллекцию с большой любовью. Кроме того, чем интересен ее канал... Кстати, зовут ее Светлана. Канал называется «Светланыные посиделки». Всем рекомендую. Я оставлю ссылку на ее канал в описании. И кроме того, чем она интересна, И я думаю, многим из вас будут полезны информации о ней и о ее канале. Светлана по образованию юрист. Долго работала судьей. А затем она работала адвокатом. И, естественно, у нее большой опыт ведения судебных дел и... Ну, всяческих ситуаций, которые складывались в ее адвокатской практике. И вот буквально сегодня вышло новое видео на ее канале, где она отвечает на вопросы подписчиков. У нее очень мало еще подписчиков. Канал совсем молодой, буквально ему там может быть месяц. Но он обещает быть интересным и познавательным. Потому что мы в своей жизни часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы не знаем, как юридически грамотно поступить. Можно задать вопрос на ее канале. И Светлана с удовольствием, опираясь на те факты, которые вы ей предоставите, и на свое знание законодательства Российской Федерации, она обязательно вам поможет и отвечет на ваши вопросы. Либо онлайн, либо там... Я так поняла, что и можно ей на почту написать, и она ответит. В общем, рекомендую ее канал, девочки. Это очень интересно, вам полезно. О, видели, уже свет включается, уже вечер. Мне уже, наверное, пора идти на ужин. А то я своих всех детей бросила. Прибежала сюда видео снимать, все вам рассказать про Светлану. Еще раз, канал называется «Светланины посиделки». Светочка, мне приятно с вами общаться по телефону. Мы с ней общаемся в WhatsApp. Она мне звонит, даже когда я была в России и здесь, в Анталии. Она мне звонит, мы с ней обмениваемся информацией про себя, про канал, что как. Очень приятная женщина, всем рекомендую. Девочки, она будет полезна многим из нас. Причем у нее вот в сегодняшнем видео, которое вышло, там был вопрос по наследным делам. Наверное, это очень важно для нас в нашем возрасте. Обращайтесь на ее канал. Все, уже вечереет. Побежала я в номер собирать внучков. Пойдем на ужин. С вами увидимся уже в следующем видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok